Сочи в домах, введенных в эксплуатацию через суд, проверят пожарную безопасность. Об этом стало известно на планерке главы города. В Сочи пройдут масштабные учения на стадионе Фишт. Специалисты будут тренироваться в тушении пожаров. 73 улицы Сочи приведут к единому архитектурному облику. Это территории, которые входят в зону международного гостеприимства. Ко дню победы курорт может получить еще один зеленый уголок. Для этого достаточно проголосовать за Сочи на сайте акции «Аллея славы». В пункте временного размещения для погорельцев в Сочи поселились 19 человек. Это жители сгоревшего накануне дома на улице Пятигорской. Зарево было видно из разных точек города. Тему продолжит Инга Габешия. Полная ликвидация пожара была объявлена в 20 часов 42 минуты. Целых три часа пожарные боролись с пламенем, которое охватило 500 квадратных метров пятиэтажного жилого комплекса «Панорама Сочи». Дом расположен на Пятигорской. Сочинцы этот район называют «Лысой горой». Пожару присвоен повышенный номер сложности. Погибших и страдавших нет. Эвакуировано 50 человек, из них 15 детей. Главная задача – не допустить распространения огня на нижестоящие этажи и на соседнее здание. Всего к ликвидации огня были привлечены 137 человек и 39 единиц техники. Тушить же пожар мешали порывы ветра. Накануне они достигали 27 метров в секунду. Делали, видимо, там ремонт. Пошло маленькое возгорание, ну и за счет ветра это раздуло все. Люди не паниковали, людей было немного в доме. Поэтому все быстро вышли оттуда. Эвакуировали спасатели и соседний дом. А загоревшиеся обесточили и отключили от системы газоснабжения. Сейчас работаем с населением, с теми, кто пострадал в результате пожара. Верхние этажи, вы видели, да, что мансардный этаж и верхний пострадал больше всего. Остальные, очевидно, будут залиты. Насколько, пока еще рано говорить. Готовим списки и сразу предоставляем временное расселение. Сразу же, незамедлительно. На место происшествия одновременно со спасателями прибыло и все руководство Сочи. Тут же была создана комиссия ПЧС. Уважаемые жители, просьба всем тем, кто записался сюда в список, кто желает разместиться в пункт временного размещения, подошел автобус. Пункт размещения находится на улице Транспортная, 257, ЖК Лесное. Транспортная, 257, ЖК Лесное. Это просьба за Еленой Александровной всем пройти в автобус. На данный момент в пункте временного размещения остается 21 погорелец. Сама же пятиэтажка с мансардой, по предварительным данным, была узаконена через суд и далеко не с первой попытки. Вопрос взял на контроль губернатор Краснодарского края. Цитирую. Такое ЧП – это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки. Конец цитаты. Также Вениамин Кондратьев отметил, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд, будут проверены на соблюдение норм пожарной безопасности. Такое поручение сегодня дал глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании. Расскажет Елена Всецина. Пожар на Пятигорске еще раз подтвердил, что застройщики зачастую игнорируют правила пожарной безопасности. Многоквартирный дом был введен в эксплуатацию по решению суда. И при проведении там в одной из квартир ремонтных работ случился пожар. Мансардный этаж был выполнен из деревянных конструкций без необходимых перекрытий. К тому же, по предварительным оценкам, материалы не были обработаны противогорючими веществами. Распространению огня способствовала и ветреная погода. Слава Богу, никто не погиб. Сегодняшний день покажет нам предварительную причину. Эксперты работают непосредственно на месте. После этого будут сделаны соответствующие выводы. Следствию предстоит выявить причины возгорания и в целом определить нарушение строительных норм. Глава города распорядился создать рабочую группу. В ее состав войдут специалисты Госпожнадзора, водоканала, Кубани-Нерго, Сочи-Горгаза и администрации города. Они займутся комплексной проверкой многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию через суд. А таких в Сочи – 161. Их называют потенциально опасными для жилья. Разрешение на такие проверки должна дать прокуратура. Я думаю, что прокуратура все-таки даст такое разрешение. И надо все эти 161 дом проверить на то, что соответствуют ли они строительным нормам и пожарной безопасности. И если этого не будет сделано, если будут выявлены недостатки, то в судебном порядке надо понудить застройщиков, которые выполняли эти работы, привести их в соответствии с пожарными нормами. Власти еще раз обращают внимание собственников жилья на то, что любая недвижимость должна быть застрахована. Только в этом случае можно рассчитывать на выплаты. Выгорели два верхних этажа. Остальные квартиры пострадали более или менее, но уже от заливки в основном. То есть пострадали стекла, окна, оконные проемы, где-то мебель. И чем ниже этаж, тем меньше повреждений, будем так говорить. Поскольку в течение ночи и сегодня утром работала специализированная лаборатория по пожарной части, по выяснению причин данного пожара, только сейчас дали возможность людям вернуться в дома, посмотреть состояние домов, взять какие-то вещи, взять свои документы. Также сегодня на планерном совещании говорили о состоянии сочинских кладбищ. К Пасхе эти территории по традиции должны быть чистыми и ухоженными. К сожалению, на могилы родственников приходит мало людей, отметил глава города. Сочинцев также просят включиться в борьбу с коричневым мраморным клопом, завезенным из Европы и Америки. К его механическому уничтожению необходимо подключиться всем и организациям, и самим жителям города. Его распространение масштабно и губительно для плодов овощных культур, для всего зеленого наряда Сочи. Задача не дать мраморному клопу акклиматизироваться и поселиться в нашей стране навсегда. А он активно распространяется и на другие регионы. По результатам обследования, больше всего этих насекомых выявлено в Солохаоле, Кудепсте и Нижней Шиловке. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи пройдут масштабные учения на стадионе ФИШТ. Специалисты будут тренироваться в тушении пожаров, ликвидации ЧС и эвакуации пострадавших. 5 апреля в Олимпийском парке будут проверены системы управления и межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и ликвидации ЧС во время матчей. В учениях задействуют 10 отрядов Федеральной противопожарной службы, авиационно-спасательный центр МЧС, медиков, полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей администрации города. Всего более 200 человек и 30 единиц техники. По легенде учений, на стадионе произошло возгорание густым черным дымом, заволокло помещение и пути эвакуации. Планируется провести эвакуацию пострадавших различными способами. В Сочи сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили рабочие при проведении земляных работ на территории частного дома в Лазаревском районе. Прибыв на место находки, сотрудники инженерно-технической группы Сочинского ОМОНа идентифицировали подозрительный предмет. Им оказался 70-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной со следами сильной коррозии. Специалисты обследовали снаряд, вывезли его в безопасное место и уничтожили. К другим новостям. Для жителей Краснодарского края Радоница станет выходным днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. На девятый день после Пасхи православные совершают особое поминовение усопших. В этом году Радоницу отметят 17 апреля. Согласно постановлению, муниципальные власти должны обеспечить все условия для поминальных мероприятий. А краевое МВД в этот день усилит охрану общественного порядка. На Кубани восстановят забытые туристические маршруты. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил на заседании попечительского совета краевого отделения Русского географического общества. Такую встречу в Краснодаре проводят в первый раз. За одним столом собрались краевые власти, известные путешественники и бизнесмены. Главным вопросом стало развитие этнографического и культурного туризма в регионе. По мнению Вениамина Кондратьева, сегодня важно возобновить в том числе и школьные экскурсии по краю. Ведь именно изучение истории малой родины и ее природы во многом формируют нравственные ценности. Мы должны сегодня восстанавливать, и отчасти это мы должны делать, под эдитой русского географического общества эти маршруты. И в целом, чтобы классы, как мы когда-то ездили, и хотя бы свой родной край познавали. На самом деле восстановить эти маршруты – это сложно, но это тоже возможно. Это есть энергетика, это есть тот патриотизм, потому что потом возникает гордость за свой край, а потом гордость за свою страну. На самом деле, за нашу страну, которая является объектом зависти всего мира, что она обладает такими огромными территориями и несметными запасами. Сохранение уникальной природы и традиций Кубани – одна из основных задач Краснодарского отделения Русского географического общества. В ближайшее время на базе штаб-квартиры организации создадут крупный просветительский центр. Важнейшим вопросом для нас является создание штаб-квартиры. Для этих целей несколько лет назад администрация города Краснодара передала русскому географическому обществу старинный особняк на улице Красной в самом центре города. В этом штаб-квартире должны разместиться музейные экспозиции, научно-популярные лектории, архив, медиастудия, библиотека. Все лишь сделано для того, чтобы сделать это доступным для всех. На встрече говорили и о том, как к различным научным исследованиям привлечь еще больше молодежи. В качестве положительного примера Вениамин Кондратьев назвал центр экскурсий Константина Мержоева и его кубанскую кругосветку. Не меньше интерес у молодых людей вызывают и рассказы о путешествиях Анатолия Гвердишвили. Не так давно он на мотоцикле прошел по льду весь Байкал. Весь Байкал, прости, это чудо. В основном ходят до Альхона. Поэтому о походе я не буду говорить, там все нормально прошло. Я хочу сказать, что в двух словах, это чудесно. Еще открывать Россию другим людям. Вот была чешская команда, уникальный товарищ, он действующий депутат, Ярослав Холик. И он ходит по России, он Россию назвал Василица Прекрасная. Я как-то говорю, ну женщина, то все, ну прекрасная она живет. Айпадом Россию не измерить и не понять, понимаете, там вот в чем вопрос. России надо жить, и по России на самом деле нужно ходить, путешествовать. И тогда ощущение полное своей страны, своей культуры, традиций, оно будет в нас, безусловно, в наших детях и последующих поколениях. А если мы будем так жить, то детям уже ничего не нужно будет прививать, они будут нас просто копировать. В завершении встречи Вениамин Кондратьев вручил награды путешественникам за их многолетний труд. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочинцы могут подарить городу ко Дню Победы еще один зеленый уголок. Для этого достаточно проголосовать за Сочи на сайте организатора благотворительной акции «Аллея Славы». Там же можно выбрать пять наиболее привлекательных и подходящих для местного климата деревьев и кустарников. Это может быть береза, туя, сосна, барбарис, сирень и другие. Всего 40 видов. В случае Победы к началу летнего сезона на курорте будет высажено тысяча деревьев. В девяти городах, получивших наибольшее количество голосов, питомник «Экоплант» высадит в общей сложности 9 тысяч деревьев. В акции участвуют города России с населением более 100 тысяч человек. Кроме того, жители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии также смогут побороться за создание новой аллеи в своих странах. Такая акция проводится уже не первый год. В прошлом году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев. 73 улицы Сочи приведут к единому архитектурному облику к чемпионату мира по футболу. Это улицы, которые входят в так называемую зону международного гостеприимства. Половина из них находится в Адлерском районе. Именно здесь будет больше всего гостей Мундиаля. В центре внимания совхоз «Россия». На совещании с предпринимателями Адлера глава Сочи Анатолий Бахомов еще раз напомнил бизнесменам о необходимости привести свои объекты в идеальный порядок. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Естественно, что перед нами стоят огромные задачи привести, ну, в первую очередь, конечно, свои объекты в идеальное состояние. Идеальное – это значит все подкрашено, приведено к хорошему виду. Я прошу только одного – только поддерживать красоту города. В принципе, в этом мы все с вами заинтересованы, потому что то количество туристов, которые к нам приезжают круглый год, они, в принципе, обеспечивают нормальную работу всех предпринимателей. Совместно с администрацией города предприниматели приведут в порядок и частные дома жителей Адлера, но только те, в которых хозяева не могут сделать это сами в силу возраста или материального положения. Бизнесмены помогут, например, покрасить крыши домовладений. Эту работу необходимо завершить до старта курортного сезона. Тайные гости проверят персонал Сочи на знания иностранного языка. С 10 апреля тайные посетители под видом иностранцев будут посещать рестораны, кафе и магазины. Об этом сообщили в ходе совещания по подготовке организации общественного питания и розничной торговли к проведению мундиаля. Во время матчей чемпионата мира по футболу в Сочи ожидается порядка миллиона гостей. Это и туристы, и болельщики, в том числе и иностранные. Персонал всех заведений должен понимать, что именно хочет заказать клиент, ответить на вопросы и при необходимости помочь. К началу чемпионата мира в Сочи для приема гостей и болельщиков подготовят более 300 предприятий общественного питания, которые смогут одновременно обслужить порядка 30 тысяч посетителей. Кроме того, руководителям предприятия общепита рекомендовали обратить внимание на ценовую политику, наличие полноценного меню с указанием калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов, а также блюд традиционной кубанской кухни. Предпринимателям разъяснили и вопросы по реализации алкоголя. В Крае планируют ввести временный запрет на продажу спиртного в стекле в радиусе 500 метров от объектов мундиаля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента потребительской сферы Краснодарского края. В Сочи пройдет благотворительный забег «Пес-барбос» и «Лохматый кросс». 22 апреля жители и гости курорта смогут принять участие в акции вместе со своими четвероногими друзьями. Старт забега в 10.00 на подвесном мосту у парка «Ривьера». В рамках акции можно будет ознакомиться с информацией о животных, которым нужен дом, лечение, реабилитация, увидеть некоторых из них, а также познакомиться и переговорить с кураторами животных на случай, если появится желание стать хозяином для одного из подопечных. Кроме того, будет организован пункт приема подарков для бездомных животных. Это корма, крупы, медикаменты. Зарегистрироваться на забег можно на официальной странице акции ВКонтакте. И на этом наш выпуск подходит к концу. Мне остается добавить, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok